Девчонки, всем привет! У нас сегодня будет болталочка, садимся поудобнее, чаек, кофеек. Ну, меня просите не только снимать историю от подписчиц, ну и какие-то там личные думки, вам вот эта рубрика нравится, когда я делюсь тем, что меня там заинтересовало, воодушевило и все прочее. Первое, ноу-шоу Ксении Собчак, смотрели вы на первом канале, была премьера, называется оно Док-Ток. Это, короче, как бы Док-Ток, это документальный разговор. Честно скажу, мне не понравилось. Мне нравится Ксения Собчак как интервьюер. Она очень колко, хорошо задает вопросы, она не боится, конечно, в силу своего статуса, воспитания тоже, образования. Она очень хороший журналист, мне нравится, как она берет интервью, потому что она очень классно, грамотно и всегда в тему может сориентироваться во время интервью, классно задать вопрос, как-то подколоть или не стесняется уточнить что-то, или, скажем так, как бы без мата это сказать, под человека, подловить, во, слово вспомнила, подловить человека на чем-то. Это очень всегда дает причинку в ее интервью. Я являюсь подписчицей ее YouTube-канала, в принципе, мне все близко. Но когда такие, как ее фраза, мне очень нравится, жопокрутская ситуация, и она быстро на лету переобувается, мне это, конечно, не нравится, не вызывает респекта. Но вот, как журналист, как именно грамотно она делает, задает какие-то вопросы, вот себя ведет, как журналист берет интервью, мне это импонирует, мне нравится, мне приятно ее смотреть. Несмотря на то, что какой-то бэкграунд политический еще какой-то, мне может не нравиться. Но как вот личность, я ее просто считаю, действительно, у нее хорошее образование журналистка, журналиста, и она действительно далеко не глупый человек. И в ней не только, там, она родилась в богатой семье, деньги вложены, когда говорят, у всех были бы деньги. Не все их вкладывают, когда имеют деньги в образование. У нее хорошо вложены деньги в образование, хорошо подвешенный язык, ее вот характер сам. Это вот все сошлось, она молодец. Вот я объяснила мое отношение к ней. YouTube я смотрю, являюсь подписчиком, вообще я люблю интервью, всякие дудя, смотрю ее и Шихман. Вот, но вот это шоу на телевизоре мне вообще не понравилось, потому что, первое, мне не понравилось, это ток-шоу, мне не нравится то, что они пытаются сразу сказать, это не ток-шоу, мы не будем в студии орать друг друга, перебивать, это во мне, там, Россия 20, как это, 60 минут или 60 секунд, программа политическая, это не то, не то, что мы увидим в первом выпуске, орут, перебивают, спорят. Это потому, что ток-шоу, это без него сам формат таких программ не может существовать. Ты это как колесо от машины, ты выкинешь, машина не поедет, она развалится, упадет, ехать не будет. Вот это сплетни в плане руганья в студии. Мне не понравилось док-ток, то есть документального части, они снимают документальный фильм по реальной какой-то истории. Какие-то актеры, зачем эта стилизация нужна? Мне это было смотреть, я перематывала, я смотрела на ютюбе потом залив этого шоу, я не смотрю по телек онлайн, и я перематывала эти моменты, документы, нафига они нужны? Ну просто, ну что за бред? Нет, ну было и было. Это не программа, знаете, по Первому каналу, раньше была, сейчас она уже не такая независимая, не такая интересная. Человек и закон. Вот там когда-то тоже, это было вот то же самое, что-то когда-то, это 15-20 лет назад, если что, когда я была еще ребенком, я ее смотрела, когда мне лет там 10 было. Вот человек и закон был такой, там снимали до раскрытия каких-то преступлений, еще какие-то насущные такие социальные темы, вопросы и политические, в том числе и они там снимали иногда документальные такие сюжетики для объяснения ситуации. Но, блин, в этом формате это не нужно, потому что сейчас интернет, 21 век на дворе, и какую они тему взяли для первого выпуска? Сестры, блин, Хачатурян уже два года фактически. Эта история на моем канале уже давным-давно, полтора года назад было видео об этом. Ну высосан из пальца все только можно. Я вот сейчас ни в коем случае к теме этой неоскорбительно не отношусь, я дальше сейчас все объясню. И сама вот эта тема, естественно, выбрали хайповую, интересную, важную, и с политической точки зрения, в плане законов страны и всего прочего. Но опять это обмусоливается. И плюс вот этими документальными вставками они вытягивают, кто кого как насиловал, как издевался. Блин, это же для хайпа, для того, чтобы вы смотрели, трепали себе нервы, и смотрели вот эту Санта-Барбару, этот Дом-2 отчасти. Уберите этот документальный кусок, потому что 21 век на дворе, в интернете аудиозаписи, которые вы использовали, показания свидетелей, комментарии родственников, знакомых, все это есть. Нафига вы об этом снимаете документальный какой-то с актерами кусок? Все и так все уже знают, все видели, не надо словами объяснить. Ну просто вот эта документальная вставка, ну нафиг не нужна. На мой взгляд, как просто обывателя. Это мое просто личное мнение, как зрителя. В общем, окей, формат они типа новый придут. Но в самом деле ничего нового. Просто такие же сплетни, перекрики на хайповую, топовую тему социальную идут. Плюс еще вставки они делают документальные, которые сняли с актерами. Вот, блин, новый формат. Суперновинка, никто такого не делал. Ну точно. Все новое, хорошо забыто, переработанное, старое. Вдохновились, так сказать. Ну и вот. Сама тема, почему я против этой темы. Я за то, чтобы обсуждали тему бытового домашнего насилия, чтобы принимали закон. Мое мнение, да, убийство человека нельзя оправдать, но эти девочки подвергались систематическому насилию, доказанному насилию и сексуальному насилию со стороны родного отца. Черт побери, у девочки была попытка суицида после этого. Ну, они жили не в человеческих, моральных, издевательских вот этих условиях. Я считаю, лично для меня, как для человека, отнятие его жизни спланированное такое. Девочки раскаиваются, это вот в аудио вставках вот этих всех было, их звонок в полицию и все прочее. Их эта ситуация вынудила. Да, они виноваты, они сделали умышленное преступление, убили человека, лишили его жизни. Ну, это такая скотина и сволочь была. Если бы я это все равно, я бы сама, наверное, его убила. Вот честно, это просто издевательство. Это для меня статья доведение до убийства. Это самооборона, но не в плане там ты взял нож, махнул самооборона. Это психологическое доведение до вот этого преступления. Если бы в нашей стране работали законы, полиция и девочки обращались, пытались обращаться, нам бы не было всем пофигу. Вот это вот все бы было в стране на нормальном уровне, работала вся наша верхушка и схема, вот это все. Все бы это было по-другому. И девочки бы обратились в центры помощи, а девочек бы услышали. Полицейские бы приняли заявление, и на этого родителей вы просто давно бы посадили. Вот этого все у меня было. Вина-то не девочек, а нас как общество, потому что мы принимаем такие правила игры в общество, нам, по сути, на это наплевать. Если бы не эта история, так бы все дальше продолжалось. Тупые законы, которые разрешают бить, там, пока тебя не убили, не приходи в полицию. И вот это вот все прочее. Вот что виной, вот людей, каких надо наказывать в этой ситуации. Так что самому шоу Собчак, это разочарование. Я ждала что-то поинтереснее, поприкольнее, а то, что обсасывать то, что уже было обсуждено. Плюс это очень сделано некрасиво. Вот в стиле Дома 2 грязно. Вот эта инсценировка изнасилования там была, вот эта документальная ставка на кой фиг вообще. Я считаю, что это излишне. Это для привлечения людей, вот этой грязи, пошлости на телевидении. Это отводит от самого главного, собственно, к чему. Поистине первый ребенок от него или нет. Вот это вот сюда вили, как на эту мать их. Короче, блин, вы хотите, посмотрите. Вот честно, вот так вам скажу, девочки, я не хочу даже оставлять ссылку на это ТВ-шоу. Обычно я все, что обсуждаю, оставляю. Я не хочу, мне неприятно. Это все первое, что меня вбудоражило. Второе. Алена Погребняк сходила к Гуара Виттисян. Если помните, у меня есть еще видео про Бородину. Как в салон походу Бородиной, что это за зачарование, как она мерзки, хамски относится к людям. Кто не в теме, немножко скажу. Я там не забыла Алену просто. Я вообще про отношения Бородиной к подписчикам, к людям, которые ей, по сути, помогают зарабатывать деньги. Какое свинское отношение к людям, к публичных людей. Вот так бы я бы это называла. И Бородина потом давала комментарии. Это опять же в своей инсте. Посты были. В общем, суть-то такая. Типа Алену... Потом Алена пошла в салон Гуара Виттисян. Она сделала об этом комментарии. Ее очень хорошо приняли. Потому что это уровень другой. Это уровень клиента ориентированности в этом салоне. Я бы сама с удовольствием в этот салон сходила. Если бы мне территориально я могла это сделать. Я живу просто на другой стороне. И Бородина сделала комментарий, что... Ой, да, они в салоне были предупреждены. Предупреждены. Все уже знают, кто такая Алена. Как ее сама Бородина называла. Ревизора салонов красоты на палке. И вот типа поэтому к ней хорошо отнеслись. То есть априори. То есть она говорит о том, что... Мне тогда это тоже так взбудоражило, что... Если бы ее в салоне были знали, кто такая Алена, к ней бы хорошо отнеслись. А вот к тебе, как к простому покупателю, клиенту, в салоне бы отнеслись плохо. Потому что ты никто. Ты не блогер. За твоей спиной нет 700 тысяч подписчиков. За твоим мнением никто не интересуется. Тебя можно обслуживать и по-свински, и выпереть из салона, и сказать, да вали, у нас там снимать нельзя, или что-то еще такое. Или вообще к нам лучше не приходите никогда. То есть Бородина вообще думает, что пишет. Вот как была она свиньей в моих глазах, вот эта социально-публичная, так она и осталась, тем хамство быдло от нее идет. Потому что если бы они знали в салоне Гуара, что Алена, скажем так, особенно выделяется из всех столпы клиентов, она идет с проверкой, то к ней бы мы отнеслись хорошо. Блин, вы априори всем, кто входит в дверь вашего салона, должны относиться по-особому хорошо. Это клиенты, которые вам в конце концов приносят деньги, на которые ты, блин, живешь, и твои сотрудники на это живут, и ты плачешь налоги, елки-палки. Что вы, мы вообще в каком веке живем? Почему нет клиента-ориентированности? Я это вообще не понимаю. Затем Алена сходила в салон Крыгина, это тоже мне понравилось, потому что ее там узнали, к ней типа хорошо носить, в итоге не очень, честно говоря, макияж, некачественно. И вот это вот потом Яяк, Якшаня с самой Крыгиной, когда она пошла типа показывать экскурсию по салону, типа она пыталась расположить к себе, чтобы у блогера был хороший отзыв у Алены на ее салон. Мне это не понравилось, потому что, Алена, сделали макияж, развернулась и пошла. Ты пошла на поводу своего эго, того, что тебе его потешили, что знаменитый человек, визажист, и который красит там знаменитости и прочее такого, который свой салон, блогер, в принципе, первая мамка такая бьюти ютуба, ты повелась на то, что началась с ней общаться, идти, вот это вот, зачем это вообще надо было? Это просто тебя дискредитирует, как независимое лицо в этом обзоре. Вот и все. И вообще мне не понравился макияж, он был сделан некачественно, так себе, так что и в салон Крыгиной можно тоже не идти. Так вот, и Алена в итоге добралась до салона Гуара, ведь сян где ее хорошо встретили, и сама Гуар ей сделала макияж, она ее пригласила, как она, в принципе, преображение делает. Вот это было сделано красиво, тонко, супер, я оставлю ссылочку на это видео у меня в инфобоксе, посмотрите, просто сама атмосфера общения с человека, не на камеру, я прекрасно понимаю, это был, ну, отчасти маркетинговый ход, Гуар сама сказала, не стесняется, ты делаешь рекламу салону, у салона должны быть благодарны, что ты к ним ходишь, и вообще, в принципе, не благодарны всем людям за качество услуг, да, ты даешь хорошее качество за хорошую плату. Вот, и мне было крайне приятно, рассуждение человека, отношение к клиентам, к людям, вообще жизненная позиция, Гуар как человека, как визажиста в том числе, я очень грамотно все рассказывала, показывала, и говорила о том, что если вас снимают в салон, визаж, ваш макияж, который вы делаете, украсите там, чего, как бы, отмазываются, чем многие визажисты нельзя снимать, типа, все секретики, ничего там не украдешь, это руку надо набивать временем, в общем, уметь красить, короче, это приходится с опытом и временем, в общем, очень приятные впечатления, это видео, в свое последнее время, вот этот час десять, оно шло, я даже запомнила, сколько я буквально позавчера посмотрела, так приятно было, вы себе не представляете, вот честно, я смотрела, мне было приятно это слушать, мед на мои уши, мне приятно просто, когда же люди с такой жизненной позиции, добрые, пусть у них за спиной может быть любое, что-то бэкграунд, в жизни с родственниками может быть по-другому, себе стили еще как-то, но вообще этот человеческий настроен все равно чувствуется, это было очень приятное видео, крайне приятное, и действительно, первый раз за все походы в салоны, достойный макияж, мастерство сразу видно, не пропьешь, уже, короче говоря, так скажу, что это был самый лучший макияж, и услуги, и обслуживание, ну прям супер, мне очень, очень понравилось, несмотря на то, что визажист ее пригласил, он рассказывал, как надо, что отвечала на вопросы, вот такая приятная беседа с тобой, когда Крыгина, в свою очередь, до этого видео можете посмотреть, позорный макияж своего мастера, с ошибками, она его плюсами оправдывала, ой, да тут вот так-то, а здесь вот это, да, то есть она пыталась, она видела, что это говно, но она пыталась смягчить, так не делается, было бы достойнее, если бы Крыгина в этом видео сказала, вот здесь плохо, вот здесь плохо, вот здесь плохо, я там, не знаю, поговорю с мастером, или там мы переделаем, или еще что-то, ну блин, называть какашку тем, что это сахар, говорить, что это тортик, вкусно хавайте, кушайте, пожалуйста, так это забыла запланированно, это не какашка, ну блин, это просто низко стрёмно, и просто фу, мне не понравилось, что вы думаете по всем этим поводам, кто в курсе, спрошу у новой Собчак, про вот эту историю с Гуарой, ведь Санда, я признаю, мне Гуар очень приятна, как человек, и как личность, я считаю, что она молодец, она очень многого сама достигла, несмотря на какую-то социальную для своего статуса, базу семей, но она трудяшка, трудолюбивый человек, который пашет, чего я просто и всем другим людям желаю, так что кому интересно, хочется вдохновения какого-то, посмотрите с ней видео, она очень умные вещи говорит, хорошие, по жизни такие приятные, жду ваших комментариев по этому поводу, снимайте еще такие видео болтательные, о том, что меня что-то волнует, жду ваших комментариев.